Всем привет! Меня зовут Катя Клэп и сегодня на моём канале вместе с моим верным другом мы сядем на диету и займёмся спортом, чтобы наконец сбросить весь набранный вес на карантине. Ну что, сегодня мы начинаем свой небольшой эксперимент. Как бы вернуть... Ох, телефон. У нас очень много еды. Покупать ничего не надо. Да, очень много еды. Знаете, в такие моменты мне кажется, что у меня мама телепат. Как только я сажусь на диету и начинаю ограничивать себя, она обязательно спонтанно накупит вафель и батонов нарезного. Это у нас не Циля. Циля, потому что толстенький. И ты нынющий. Сейчас я вам покажу Циля для сравнения. Цилюкос у нас самый первый щенок зюты. И было заметно уже по вторым родам, что самый-самый крупный. Как раз из тех случаев, что кость широкая. И это правда так. Плюс он у нас кастрированный и очень любит поесть. Поэтому ему действительно нужна активность и правильная диета. Ты же понимаешь, да, что у нас теперь будет с тобой диета и спорт. Для начала я решила нас замелить сантиметром. Было интересно, где же все-таки будет ярко выраженный результат. В килограммах или в сантиметрах при условии хорошей диеты и спорта. Ты опять попрошайничаешь еду. У нас 6 собак. И никто не попрошайничает так, как делает это он. Вот смотрите, как просит пожрать. Ведь он кушал уже. Да, я знаю, что ты просишь. Хватит хавать. Нет. Ты посмотри, как копает. И я не промах, потому что являюсь эмоциональным едоком. В первый день диеты приехала мама, мы красили волосы. Естественно, поругались. И это привело... Лаваш с сосисочкой. Короче, я сорвалась и заела все свои чувства. Тут главное не отчаиваться и начать все заново. Мой завтрак на сегодня. Кофе без сахара. Если совсем скучаю по сладенькому, то добавляю корицу. Она как-то спасает положение и не хочет уже добавлять сахар. Любимая моя, не сдержалась. Все-таки добавила немного сиропа, потому что забористый кофе получился. Мы сейчас заедем за продуктами, которых не хватает для простой готовки. А это курица, грудка какая-нибудь, сметана и что-нибудь для собак. Но полезно. Обещаю. Варим филе. Но полезно. Обещаю. А еще реально не могу жить. Очень люблю круассаны из вкус вилла. Вот именно миндальные. Это самые шикарные. У нас их почти не завозят, но когда бывают... И это чисто на стрессовые дни. А они каждодневно. Потому что я такие вещи храню в морозильнике. Видите? Хлебущий. Топ. Вполне себе. Так, я себе, значит, взяла блокнотик. Для всех великих новых дел нужно всегда покупать новый планер-блокнотик и милую ручку. И я решила, что мне нужно стать активным, замотивированным человечком. За неделю это сделать будет невозможно. И если я дальше продолжу, знаете, говорят, что если месяц повторять какую-то рутину, то это станет твоей привычкой. В самом начале я себе поставила несколько главных пунктов. Это каждый день заниматься спортом, вести дневник питания и соблюдать режим сна. Короче говоря, я отрубилась. У меня случился дневной сон на 20 минут, а потом еще на 20 минут, а потом еще на 20 минут, и вообще не ставила будильник, выключила его. Мне вроде хорошо, но я все равно хочу спать. Смотрите, какие тут матюши. Это сестра Целли, которая очень похожа на Целлю. Она маленькая, очень маленькая. Вот они как похожи. Здравствуйте, краски на лице. Ой, как будто, знаете, вот... Кому-то есть дело. Я проспала полдня. Знаете, села на диету, сразу упал сахар. Все дела такая, ах, у меня нет сил, я не могу встать, я засыпаю. И когда я просыпаюсь после дневного сна, я всегда хочу есть сладкое. Хотя я не сладкоежка. Вот не знаю, у вас такое есть. Где моя шоколадка? Ну, собственно, я решила, что проблема моего врубания после обеда в том, что я перешла на новый режим дня. Ложусь в 9 часов вечера, чтобы вставать в 5-6 часов утра. Поэтому энергии не хватает. Мне очень захотелось попить кофе, то есть какой-нибудь десерт получить. Собственно, кофе без сахара, но с корицей. Она помогает убить желание поесть что-то сладкое, как будто бы становится кофе сладким. И кофейку совсем чуть-чуть горького шоколада. Высокая кухня in the house. И, как оказалось, сложнее всего было сделать для себя правильным обед. Обычно я его пропускаю и нажираюсь просто перед сном. Сегодня уже встало намного легче. Пью воду. Большинство нашего лишнего веса, если вы, конечно, не пережираете дико, как я это делаю, большую часть этого веса составляет вода, которая в нас отекла и осталась. И я этого нифига не замечаю, но как только я начинаю каждый день пить по полтора литра просто воды и перестаю пить чай, потому что он задерживает воду в организме, весь мой организм такой «Здравствуйте, до свидания, старая вода», накопление. К нам на постоянке приходит вода, поэтому нам не стоит это все задержать себе. Отпускаем. И лишние 2 килограмма просто улетают за пару дней, потому что это скопившаяся вода. Дэм, я буду скинией! Еще самое прикольное, когда сажусь на диету, я уже вся облилась, правда. Я себя чувствую максимально уже худой. Do you think I'm skinny? Я себя прям чувствую уже все, я похудела. И не важно, что на весах та же цифра. Чисто ментально я уже больше уверена в себе. А если это еще здоровью поможет, это топ. Потому что у меня болит нога, и именно из-за этого я решила заняться спортом. Так что я себя стала отучать от черного чая и приучать пить хотя бы литр воды в день. Итак, в один прекрасный день мы с целей начали бегать. Реактивная моя сосисочка. И мне было очень тяжело найти в этом хоть что-то интересное. Совет перед тем, как идти заниматься спортом, лучше много воды не пить. И, кстати, мы не все время бежим. Мы то быстро ходим, то медленно бежим. Так, я думаю, нам будет легче полюбить это все дело. И плюс получше для наших суставов. Потому что мы вообще не спортивные, не хотим раздолбаться. Я считаю, что мы с целей сегодня молодцы. Мы сегодня с целей. Спортсмены. Обосравшись немного от страха, но спортсмены. Небольшая передышка. Скажите, только я стала находить безумно красивую обычную траву. Ну, типа что-то вот такое. И вот такое меня радует больше, чем букет от цветов. Я, наверное, звучу очень странно, но в этом есть для меня что-то очень красивое. Целей спорт. Кстати, благодаря этому совместному похудению, я открыла в себе спонтанно хорошую новую привычку. Заранее готовить еду для себя и для собак. Или же, помимо планов на следующий день, планирую также меню. Дорогие владельцы собак, я очень советую начать хотя бы периодично добавлять в рацион своих собак капусту и различные щички. Я, например, сама лично очень люблю отварить капусту и пережарить ее со сливочным маслицем чуть-чуть и добавить сушеного чесночка. А вторую половину вместе с бульоном из-под капусты отдать собакеючам, как некие щички и суп. Это очень полезно для их пищеварения. У нас такие обеды не постоянные, скорее как профилактика. И в целом, конечно, у собаки может быть какая-нибудь аллергия. Так что, если начинаете что-то новое, дайте сначала попробовать ей чуть-чуть. У нас шесть собак, все очень любят такие щички. Единственное, что некоторые попикивают с них. Цель – это чисто мой мут на спорте. Пойдем. И витамин D. Жепутя – класс. Мужчина, мужчина на спорте. Уже втопил. Если вы не слышали, то Целий сейчас рыгнул. Ставлю в известность. Кстати, я все еще пью утренний кофе, представляете? Немного его разбавило льдом. Так что одну кружку кофе я растягиваю почти на весь день. И тут я стала замечать закономерность. К концу каждого вечера у меня очень падало настроение. Вроде бы я была продуктивно, активно следила за собой. У меня был насыщенный день. Но в итоге все вскатывалось в какую-то депрессию. И я поняла, что все эти дни я каждый день утром обязательно пила кофе. Хотя до этого у меня был целый месяц перерыва без него. Просто потому что кофе стал теперь заменой чему-нибудь сладенькому по утрам. Мне кажется, вчера день не удался, потому что я пила кофе с кофеином. И пару дней подряд я это делала. И все мои нервы обострились, потому что, к сожалению, так действует кофе. И плюс я сегодня дрыхла очень долго, потому что, видимо, вчера не добрала калории. Действительно, когда такое случается, на следующее утро очень тяжело встать. Поэтому иногда к своему жору нужно обязательно прислушиваться. Получается, что я профукала полдня из-за этого. Демотивирует. Обидно. Но унывать мы не будем. Сегодня я себя порадую тем, что перейду на новую камеру. Серьезно, для блогера это самое большое вдохновение. Совершенно новая модель специально для блогеров. Sony Digital Camera ZV1. И, кстати, сейчас я тоже снимаю на Sony. И это мои самые любимые камеры для съемки видео. Вот она, красавица! Держа эту камеру, я уже замечаю, что у нее здесь огромный сверху микрофон встроенный. И это при условии, что здесь есть крепление для дополнительного микрофона. Он у меня, кстати, есть. Это тоже Sony. Еще у меня есть вторая дополнительная вещь. Это вот такой вот штатив. У меня есть такая рукоятка, и это обновленная версия. С такой рукояткой не просто удобнее держать камеру. Ее действительно можно легче крутить в руках. Но еще это очень приятный небольшой штативчик. Тин-тин. Давайте ее как раз опробуем. Особенная прелесть этой камеры заключается в том, что ты ее открываешь и сразу можешь снимать. Никакой настройки картинки, ISO и прочее. Она сразу снимает красиво, с потрясающим цветом, светом. Она очень быстро работает на фокус. Вау, вот это боке. Если боке вам не нужно, то его можно выключить. Рядом с кнопкой записи находится вот она, кнопка переключения боке. Боке есть? Боке нет. Ну и, конечно же, просто на Sony ZV1 можете настроить тот режим, который вам важен. Камера отлично подходит для вертикальной съемки, тиктоков и сториз. И еще есть там функция замедленной съемки. Ну а сама камера снимает в 4К. И также очень круто, что у этой камеры есть поворотный экран. Снимаю вас, пока снимаю вас. Это идеальная камера как для уже продвинутых блогеров, которые любят снимать на ходу, так и для новичков, потому что ей очень просто пользоваться. Профессионалам она облегчает обычную рутину, а новичкам не ломает мозг и не портит энтузиазм. Потому что очень простая в использовании. И очень красиво снимает. Сейчас такую камеру можно купить со скидкой в официальном интернет-магазине Sony. Все подробности вы найдете по ссылке в описании. И самое время протестировать камеру и взять ее с собой на пробежку. Насательно бега. Изначально мы начали бегать через день. Уходили на 50 минут, половину за то время не бегали, половину быстрым шагом гуляли. И я пыталась как-то разнообразить для цели этот экспириенс. Вот это энтузиазм. Иди ко мне, Цуля, Цуля, ну иди ко мне. Иди ко мне, иди. Цири испугался. Пришлось перейти на это место. И Цири прямо на дороге обосрался. Молодец, мы мальчик, мы спортсмен, мы защитник. Нормальный вообще? Все хорошо? Да, он просто начал хавать. Очень много внимания. Цель. Надо тебя сфоткать. Он не гуляет. И еще здорово сказать тема Sony, что с камерой я могу сразу скинуть все фотки и видео на смартфон, чтобы их запостить. Захожу в приложение Imagine Edge. Тут у меня уже предыдущие камеры добавлены. Сканируем. И через это приложение можно еще и управлять камерой. То есть ставишь камеру на штатив, отходишь и запускаешь со своего телефона запись. Готовка свежих и полезных блюд занимала много времени. Но я старалась смотреть на это с позитивной стороны, что это некое хобби и даже, наверное, медитация. И, конечно же, днем этот процесс мне помогал накопить аппетит, чтобы обед был сытным, а про ужин я забывала. Для тунца я уже буду, чтобы обмазывать, использовать кунжутное масло. А здесь я намешала концентрированный соевый соус как раз-таки с кунжутным маслом, чтобы внизу под тунцом был какой-то соус. Короче, прям высокая кухня. Ну а тут на закуску огурец с красным луком и с остатками заправки для тунца. Как мясо! И да, я все еще в спортивной одежде, после этого я пойду в душ. Кстати, из-за того, что стало меньше солнца, мне нужно налегать на витамины, потому что у меня такой организм и в целом, наверное, стиль жизни заключается в том, что я сижу в стенах. И как только начинается осень и солнце заходят за облака, все, депрессия, я Эмма. Да, друзья, по проблеме. Ты красавица. Ой! Ну что? Знаете, у меня есть такая странная фишка в характере, что меня долго не заставят что-то делать, даже если я в теории понимаю, что это полезно хорошо. Вот прям буду до последнего конючить, оттягивать момент. Но как только я этим займусь, и это получается спонтанно, никакая это супер-пупер мотивация, что я такая за секунду захотела и побежала. И забавно то, что когда я начинаю уже бегать, делать то, что я хотела, я в этом ловлю кайф, и меня потом за уши не оттащить обратно домой. Хочу подчеркнуть, я не люблю спорт. И мне пришлось себя заставить заняться собой, потому что от этого зависит мое здоровье. А кайфа в этом я не находила. Занятия спортом, особенно такого формата, как у меня, с легкой, совершенно просто правильной диетой, не сделают огромную разницу в моем каком-то весе. Но это определенно делает отличный вклад в мою самооценку, потому что чем больше тратишь время на себя полезного, в развитии себя, тем больше себя уважаешь, ценишь и просто видишь, насколько это сложно вкладывать и строить себя. Мокро. Я бегала без музыки, и вы знаете, я это полюбила, потому что раньше, когда я занималась каких-то давным-давно в спортивных клубах, я всегда слушала музыку, мне нравится слушать тишину. Опять же таки, это плюс загорода. Паш, не знаю, вот это вот. Когда я с качалки вернулся, то... Короче, я сорвалась. Я похавала конфетки, похавала бутики, и у нас был тортик. Но на днях случилась годовщина того, как я побывала на Чеджу, и этот остров забрал мое сердечко. А Корею у меня ассоциируется с Чеджу, и с блинным тортом, который мы съели в Сюле. Вот эти вот моменты, когда ты романтик, но такой вот как бы... Можно похавать и поплакать? Я не фитоняшка. Я на 10% сейчас блинный торт. И немножко сычка. Сюль, видимо, по-другому считает. Зато у нас connection с Сюлей, как-никогда, да, Сюль? Мы как-то стали очень близки за это время, потому что очень много времени вместе проводим. И это правда. Мы что, стали лучшими, друзья? Ой, ты мой сладенький! Ой! Руководит процесс, чтобы его только целовали. С Сылью мы тоже дали вкусняшек. Из солидарности. Это ужин. Яйцо и индейка. Что касается диеты для Сылью, ничего особенно не поменялось. Он и раньше у нас очень хорошо и полезно. Просто сейчас из-за сезона, плюс для похудения, мы добавили сырого мяса. Оно дольше переваривается, тратит больше энергии у собаки, и при этом, конечно же, оно полезнее. Молодец. Ну, посмотрите просто на это. Такой красавец. Мужчина, мужчина. Красавец, да. Походу, это снег выпал. Вот, пожалуйста. Октябрь. Ой, сейчас бы посмотреть. Эдвард, руки, ножницы. Просто у меня в голове прям музыка зазвучала из того самого момента в фильме. Короче, на улице холодно. Я не знаю просто, что здесь делать. Типа. Вон Цилюха пасется. Цилечка, Цилюнечка, иди ко мне, мой мальчик. Вот она моя, бей, ты красавица моя. У Цели тут дикий стресс. У него, значит, тут перекус. На диете так вообще. И он вот так вот носит с этой костью и плачет. Арка. Цилю, мне не дают, наверное, пахать. Один стресс сплошной. Иногда я не успевала днем выходить на пробежку, а вечером становилось уже очень холодно на улице. Поэтому дома делала небольшие силовые упражнения. И, наконец-то, созрела, чтобы заняться спортом на нашем домашнем тренажере. Ну что, пришло время. Там кекает Мася. Идеально. У нас этот тренажер уже как год. Да, я на нем еще ни разу не занималась. Хотя когда-то давным-давно, когда ходила в спортивные залы, обожала Эллипс. По-моему, он так называется. Через две недели спорта то тут, то там у меня появилось с желанием заниматься, так как мой мозг давал мне сигнал. Когда я занимаюсь спортом, я чувствую, что день прошел не зря. Я поняла одну простую вещь, что мне нужно смотреть теперь мое любимое шоу здесь. Потому что шоу длится где-то 40 минут. Самая интересная часть это 30 минут. Получается отличное занятие. Не жрать и пить чай, когда я это смотрю по утрам, а заниматься вечером по дату. Доброе утро! У меня отличное настроение. Из остатков риса я сделаю рецепт Тихёна Нурунджан. Нурунджан, по факту, это такие шкварки из риса. Это то, что обычно остаётся на дне кастрюли, когда варишь рис. Спрессиваю маслом и обжариваю. Рис, к сожалению, оказался неподходящим, и он разваливается, поэтому я просто добавила немного белка, чтобы он хотя бы чуть-чуть держался. Опять мое любимое кунжутное масло. Ещё я хочу себе сделать два яйца пашот. Так что у меня получился такой вот апгрейднутый Нурунджан. Ну а так как меня что-то потянуло на острое, аж слюни текут, когда вижу халаппиньо. Салатик прихрумкивать. И на десерт я ещё достала свой любимый табаско. И срача. Ширача, сирача. В Америке говорят ширача. Ммм, вкусно. Это прям хорошо. В течение этих двух недель я периодически снимала свой завтрак. И оказалось, что 80 или даже 90% на завтрак я ела куриное яйцо в любом виде. Ещё по динамике калорийности могу точно сказать, что завтраки составляют половину моей суточной нормы по калориям. Где-то примерно от 600 до 900 калорий. Циль решила уйти жить в лес от меня, чтобы не заниматься больше никогда спортом. Да, Циль? Он просто ушёл в поле. Но в обеденное время для меня была цель не наедаться доверху, чтобы потом не заваливаться спать. Я обманывала мозг тем, что раскладывала на маленькие тарелочки обычного количества еду. И мне казалось, что я съедаю очень много. И если вдруг тарелка оказывалась больше, чем порция, то я её украшала сладными листьями, заполняя пространство. Ребята, готовьте. Сейчас скажу самую очевидную вещь, до которой я долго допетривала. Это сезонные фрукты и овощи. Во-первых, это дешевле, чем какой-нибудь арбуз зимой. Во-вторых, это намного полезнее, потому что это сезон созревания данных продуктов. И в-третьих, если следовать такому принципу покупки продуктов, то ваш рацион будет максимально разнообразным. И если вдруг, предположим, вам не нравится тыква, она сейчас продаётся, развивайте свои рецепты. Вы обязательно найдёте формулу, которая вам подойдёт. И самое главное, вы получите много-много витаминов. А сейчас я это всё поставлю в духовку. Потомиться минут где-то на 20-30. Благодаря такому питательному завтраку и обеду, вечером я наконец-таки перестала испытывать чувство голода и перестала нажираться перед сном. Просто достаточно попить тёплый чай и парочку фруктиков. На ужин мне что-то не захотелось особо сильно есть. Я просто захотела какие-нибудь фруктики с чаем. У меня тут мандаринчик, голубика, чайная ложка мёда и чай с ромашкой. Это так странно, что сочетание голубики и мёда в итоге рождает вкус яблока. Спустя две недели я не только перестала смотреть на спорт, как на что-то неприятное. Но сейчас, пока я монтирую это видео, я очень скучаю по свободному времени, чтобы им позаниматься. Даже пить уже не хочется, вообще ничего не хочется. Чё там уж пропожрать. Тренер. Результат нашего зожа. При условии, что у цели не менялась диета, он просто начал двигаться, он потерял 3 сантиметра в талии. Ну а я 2 сантиметра в жепе. Ну а также с меня сошло 2 килограмма. Впереди для меня цель ещё 3 килограмма. И я буду в идеальном для себя весе. Я продолжу дальше соблюдать все эти правила, плюс ещё подключу силовые нагрузки, потому что хочу подтянуть себе пресс. Так что, ребята, если я смогла заняться спортом, такая ленивая и не любящая это всё, то у вас тем более есть шансы и возможности. Я вас очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И всего вам самого светлого. Пока-пока.